4 июня 2015 года в Свердловской государственной детской филармонии состоялся праздничный концерт 2 плюс 2 равно 10, посвященный десятилетию Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге. Основой проекта стала музыка современных композиторов двух стран Германии и России. Немецкую музыку представили Микки Мойзер и Хеннинг Фукс, российскую Алексей Зубарев и Александр Пантыкин. Мы смогли собрать лучших кинокомпозиторов из двух стран, из России, из Германии и сможем познакомить с их творчеством Екатеринбургскую публику. Наш оркестр, оркестр Союза композиторов Свердловской области будет играть впервые произведения этих композиторов, причем состоятся премьеры. Организаторами проекта 2 плюс 2 равно 10 стали Всемирный центр композитора и Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге. Поддержали проект Министерство культуры Свердловской области и Свердловская государственная детская филармония. Проект 2 плюс 2 начался весной 2015 года, когда немецкие авторы посетили Екатеринбург. Во время их трехдневного визита состоялись пресс-конференция, творческие встречи в Музее истории Екатеринбурга, мастер-классы и репетиции с оркестром Союза композиторов «Хармония Селестис». Оркестр Союза композиторов «Хармония Селестис» Целестис. Es ist ja so, wenn man anfängt zu schreiben, muss man ein Konzept haben. Ich wollte das schon lange machen, zu diesem Thema was zu schreiben, zu visuellen Assoziationen und werde es auch weitermachen. Also dieses Thema ist noch nicht beendet, diese visuellen Assoziationen Licht zu beschreiben und Dunkelheit zu beschreiben oder bestimmte Farben zu beschreiben. Das heißt also nicht nur Musik als Musik zu sehen, sondern Musik mit dieser Assoziation zum Auge, also vom Ohr zum Auge, die Assoziation zu führen. Weil das liegt nahe, weil ich das als Filmkomponist kann. Das ist eine Sache, ich sage nachher noch was. Henning Fuchs представил композицию, созданную по мотивам русской народной песни «Когда я был молодым». Вторым произведением, которое Henning исполнил вместе с Оркестром Союза, стала композиция «Спокойствие». «Für mich, als ich als Junge war, das ist die Kindheit. Also der Text oder das Lied handelt ja davon, wie aus dieser wunderschönen unschuldigen Kindheit der Junge auf einmal feststellt, dass alle um ihn herum Unwahrheiten erzählen und darüber wird er traurig. Und entschließt sich eben auf ein Kloster zu gehen und über die Welt nachzudenken. Und für mich ist das eher so der Prozess des Erwachsenwerdens. Und ich weiß nicht, ob ich mittlerweile erwachsen geworden bin, aber ich bin auf jeden Fall in diesem Prozess involviert. Meine erste Einladung nach Russland war vor fünf Jahren und ich habe seitdem einfach nur tolle Erfahrungen hier gemacht und ich bin wie ein trockener Schwamm. Wenn ich nach Russland gehe, sauge ich einfach alle diese Einflüsse in mich auf und bin überglücklich darüber. Und ich habe tatsächlich seit dem letzten Aufenthalt hier versucht, Russisch zu lernen. Ich bin jetzt aber erst bei Utro. Ich bin jetzt schon ein Kind und ich bin in der Vergangenheit. Konzert für ein Geist, das mein Lieblingsjann ist. Das ist meine Lieblingsjann. Das ist eine als Zeit-Kot-Sapag-Kot-Sapag-Kot. Das ist ein sehr, was es verändert. Es hat sich umko를 verschrauben, umko zu verändern. Es ist ein ein Monster, manchmal, wie ein Mach-Kot-Sapag. Es ist ein sehr, 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 sehr ... У меня счастливая судьба. Я сам себе пишу, сам себе играю. Чукча писатель в полном виде, понимаете? И Чукча и писатель, и Чукча еще и исполнитель, чтец. Сюита Александра Пантыкина «Игроки» была написана для электроскрипки компьютера и струнного оркестра. В качестве солиста для композиции пригласили электроскрипача Леонида Элькина. После того, как я первый раз сыграл эту сюиту, не то чтобы у меня была депрессия, у меня все внутри колотилось. Я не один день выходил из этой музыки. То есть настолько велико погружение, для меня, ну что ли, травматично, наверное, если можно так сказать. Но без этого нельзя, потому что ты выходишь на сцену, ты должен раздеваться до костей, срывая кожу. И если тебе больно, то всем должно быть понятно, что тебе больно. Спасибо. Спасибо. Эта музыка нечасто исполняется на подмостках филармоний, различных театров, различных музыкальных организаций. Потому что эта музыка сложная, эта музыка требует особого подхода, она требует особого технического оснащения, ну и, конечно, она требует особого понимания. Поэтому мы хотим эту брешь с помощью Всемирного центра композитора как-то залатать, для того, чтобы наш зритель был современным зрителем, чтобы он приобщился к самым современным музыкальным произведениям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»